Теперь, наконец, у нас достаточно знаний, чтобы написать простую программу на C++. Давайте соберемся вместе и посмотрим, что у нас получится. Первые две строчки — это подключение к библиотеке EoStream. Дальше записана функция main. Функция main является точкой входа в программу. Это та функция, которая будет вызываться при запуске программы. Внутри функции main мы определяем две локальные переменные. И выводим на стандартный вывод приглашение. Введите A и B. После этого мы со стандартного ввода считываем значения A и B, которые ввел пользователь. И выводим на стандартный вывод строку A плюс B равно, и где после равно будет выведено, собственно, значение A плюс B. И в конце идет перевод строки. Так как наша программа, видимо, завершилась без ошибок, то мы возвращаем значение 0, что будет воспринято операционной системой как завершение без ошибок. Давайте попробуем посмотреть, как наша программа скомпилируется и будет работать. Для этого я создал файл сам CPP, в который переписал нашу программу. Теперь нам нужно эту программу скомпилировать. Несмотря на то, что мы умеем компилировать программу поэтапно, сейчас мы это делать не будем, а сразу же получим исполняемый файл. Теперь нам нужно его запустить. Когда мы его запустили, началась выполняться функция main, и мы дошли до строчки, где происходит вывод приглашения. Введите A и B. И теперь программа ждет, пока мы введем два числа. Давайте это сделаем. Например, 10 и 15. Вводим Enter. После того, как мы вводим Enter, программа считывает два числа и выводит нам результат. Соответственно, то, что мы видим на стандартном выводе, это число 25, которое является суммой A и B. В данной лекции мы узнали, что такое XC++, как он компилируется, и даже научились писать простые программы. Умение писать простые программы вы можете применить на практике, решая домашние задания.